здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала спасибо вам большое за то что вы поддерживаете мой канал ставите лайки подписывайтесь оставляйте свои комментарии а также оставляйте мне запросы на те видео которые для вас более интересны и актуальны если кому-то понадобится индивидуальная консультация под данным видео находится номер телефона куда вы можете написать на вайбер либо же на ватсап сегодня такая тема расклада было ли это самоубийство или все-таки что-то иное михаил максименко бывший глава управления собственной безопасности следственного комитета россии оставляет многие вопросы без ответа михаил родился 12 июля в 1973 году карьеру начал в спецназе в 2016 году был обвинен в получении взяток в особо крупном размере от авторитета шакара молодой вместе с с максименко были задержаны его заместитель александр ломонов и генерал-майор денис никандров в 2018 году максименко был приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима а также к штрафу 165 миллионов рублей в 2020 году срок был увеличен до 14 лет и штраф был также увеличен до 250 миллионов рублей с 20 по 21 ноября михаил максименко покончил жизнь самоубийством тюрьме тюрьме но перед этим насколько мне известно его должны были выпустить подписка была они выезде а также он мог находиться под домашним арестом я посмотрела число фату ничего хорошего я не увидела я увидела расправу и я увидела жертву я увидела именно повешенного давайте посмотрим работаю стару сумасшедшего дома итак первое в каких был энергиях михаил максименко с 20 на 21 число в каких он был энергиях что же все таки привел к смерти причина какая была причина и было ли это самоубийство или же все таки это было убийство и итоговая карта ну давайте посмотрим первое в каких он был энергиях жуткая усталость у него была просто жуткая усталость драма жизни взял на себя больше чем мог выдержать хроническая усталость по всей видимости вот эту роль которую он играл в последнее время для него очень тяжело давалось здесь идет мощнейшая психологическая и физическая нагрузка не исключен тот факт что также на него именно воздействовали извне старший старший аркан и слушайте три старших аркан и три старших аркана ну что же я могу сказать старший аркан мир старший аркан шут и старший аркан звезда во первых проявление по шуту проявление неосторожности незадолго до этого он с кем-то мог разговаривать он мог кому-то передавать информацию что-то секретное что-то скрытое он уже ходил по лезвию ножа давным-давно но все же брал как-то вот старался бороться и брал на себя вот эту вот ношу а хотел найти выход он и с одной стороны все как будто ее уже нашел со всеми договорился а здесь происходит гипервализация собственной собственной персона кто-то очень долго готовился к этому акту кто-то кто-то в том числе и он готовился к выходу на свободу тройка жезлов семерка кубков сразу могу сказать это отравление и дьявол перед тем как с ним расправиться его чем-то опалили он ну могу так сказать он был безвольный и в общем то и не сопротивлялся где-то в глубине души он уже предчувствовал что либо же его выпустят действительно а там дальше он собирался ну во всяком случае были те люди которые готовы были ему помочь даже перебраться за границу а оттуда он как раз таки мог много чего рассказать и уже готовились документы определенные здесь готовились две силы одна сила которая хотела наказать его и поэтому ему дали 14 лет да а другая сила которая все-таки боролась за него и хотели его вывести именно за границу конечно же по поддельным документам это дело было предприятие очень рискованное но тем не менее я это вижу так и давайте посмотрим итоговую карту итоговая карта у нас семерка семерка жезлов это карта эмбриона когда человек нуждается в защите когда женщина находится вот в этой позе эмбриона она она и у нее есть желание защитить себя спрятаться она нуждается в любви она нуждается в защите то же самое могу сказать по итогу он нуждался в защите но к сожалению здесь другая сторона она оказалась гораздо сильнее и мощнее эта машина просто раздавила этого человека он понимал свою незащищенность с одной стороны он переоценивал свои возможности потому что у него были влиятельные знакомые люди на свободе которые за него боролись и с другой стороны у него была усталость потому что все таки с 2016 года на него оказывалось огромное давление а это не маленький срок это болезненное состояние он чувствовал что все равно что-то с ним сделают но тем не менее так как он делал свою карьеру в спецназе это был человек который видел смерть сам ходил под пулями могу сказать что он был бесстрашный и здесь что-то такое произошло все-таки вы понимаете да бывший глава управления собственной безопасности это структуры ФСБ здесь очень интересные игры и игры только начались я когда-то уже делала расклад еще по-моему летом или же в начале весны и говорила что многие будут уходить кто-то будет уходить по собственной воле кто-то будет уходить не по собственной воле но однозначно идет зачистка если к данному раскладу у вас есть комментарии напишите пожалуйста берегите своих детей берегите себя всего вам доброго до конца